Листовку об услугах мастера по ремонту бытовой техники Инна Леонидовна нашла в почтовом ящике. Реклама оказалась как нельзя кстати. Пенсионерке надо было срочно починить стиральную машинку. Специалист приехал сразу после звонка. Пообещал выполнить работу быстро и качественно. Вместо того, чтобы починить машину, он ничего не сделал. Он крутил, вертел, шумел, что-то там выворачивал, потом ушел, на неделю пропал, потом пришел, давайте акт оформим, все я сделал, сейчас проверим, все, машина будет работать. Мастер несколько часов имитировал бурную деятельность в ванной, после чего сказал, что работу выполнил и забрав 7 тысяч рублей ушел. Обнаружив, что машинка не заработала, женщина попыталась вновь вызвать специалиста. Месяц он ссылался на занятость, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки. Пенсионерка обратилась в полицию. Связавшись с данным гражданином, мы с ним договорились встретиться в пункте полиции. Придя к нам, мы с ним поговорили, побеседовали. Он пообещал, что вернет все деньги данной бабушке. Жалгаз Гайсенов – стажер по должности участкового, в шаге от получения первого офицерского звания. Но в его копилке уже есть спасибо от благодарного жителя. После того, как обидчик вернул деньги пенсионерке, она написала письмо в адрес руководства главка, где попросила обратить внимание на сотрудника, не оставившего ее в беде. И он за несколько дней все, так сказать, сделал и нашел. И общий знаменатель, деньги возвращены. Я очень довольна. Здесь я столкнулась просто с большой человечностью. Это в моем понятии, как он себя вел. Во-первых, он коммуникабельный, душевный, обладает, так сказать, быстрой реакцией на все и человеческое отношение к нам, к пожилым людям. Чувство страдания сквозило у него в каждом, не то что жести, в каждой интонации. Инна Леонидовна написала заявление о том, что не имеет претензий к этому мастеру и сделала вывод, доверять первому встречному нельзя, а платить за услугу следует лишь, когда она оказана в полном объеме. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.